Пострадавшие в страшной аварии на Кутузовском проспекте столицы остаются в больницах в тяжелом состоянии. Крупное ДТП произошло ночью. Спортивный Мерседес на огромной скорости сбил пешехода, после чего лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. В результате погибли три человека. Еще трое получили сильнейшие травмы. Кто был за рулем и почему не удалось избежать столкновения, выяснял Дмитрий Блиников. Полыхающий Мерседес, крики прохожих, тело пассажира оттаскивает от огня. До водителя уже не добраться. Остался в салоне. Рядом смятый микроавтобус социального патруля. Три человека живы, но зажатые в кабине. Их пытаются освободить спасатели. Так закончились уличные гонки, которые компания юных мажоров устроила в центре столицы. ДТП произошло в половине третьего ночи. Сначала Мерседес на большой скорости сбил пешехода, 59-летнюю Светлану Евдокимову. Потом вылетел на проезжую часть, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом социальной службы города Москвы. Женщина, которая перебегала дорогу, погибла на месте. Почему она переходила Кутузовский проспект, непонятно. Там и ночью движение оживленное, и подземный переход рядом. По словам очевидцев, гонщики пытались избежать наезда. Но на скорости 200 км в час. И это практически невозможно. Двое молодых ребят гонялись. И говорят, еще было несколько машин. То есть они гонялись не одни, а был Мерседес Сэллэс. Еще впереди стояло две машины. Они были вместе. Две проехало вперед, а одна вот так вот столкнулась. Произошли хлопки какие-то. Сразу машина вспыхнула. И все на этом. За рулем Мерседеса был 22-летний Рахматулла Гаджиев. И в пассажир его близкий друг. Самого Гаджиева в соцсетях называют представителем золотой молодежи. Судя по комментариям в интернете, он любил престижные автомобили и устраивал гонки на столичных улицах. Это что за машина? Это человек, который накажет любое БМВ. На одном из роликов видно, как готовятся к очередному заезду на спортивных автомобилях. Ремнями не пристегиваются, выжимают газ до максимума. На спидометры не смотрят. И вообще ничего вокруг не замечают. Давай с места. Давай с места. Давай. Раз, два, три. Погибших, как пишут в интернет-сообществах, видели в компании скандально известной гонщицы Мары Багдасарян. Их общий знакомый рассказал, что заезды устраивали в последнее время как раз по Кутузовскому проспекту. Очень популярное среди стритрейсеров место для гонок. Каждый человек, который садится за руль мощного автомобиля, у которого свыше 500 сил, он знает, на что способен его автомобиль. Но это не значит, что каждый владелец такого автомобиля имеет право нажимать на газ, превышать скорость. Судя по записям в соцсетях, гонщиков предупреждали, они не слушали. Преступная беспечность и желание острых ощущений стоило двоим молодым людям жизни. И еще три висят на волоске. Сотрудники социальной службы, пострадавшие в аварии, сейчас в больнице в тяжелейшем состоянии. Дмитрий Блинков, Александр Кучеровский, Дмитрий Белоус и Яна Новикова. Вести. Дежурная часть. Продолжение следует...